Банк Белвеб Ворша переехала в новый офис. Съяростный офис банка номер 220, ранее располагавшийся на улице Мира 30, 10 янаряда 2020 года, торжественной обстановке открылся на площадях торгового центра «Центрум» на улице Мира 4. Сервисный офис Ворша соответствует современным стандартам банковского сервиса. Клиентская зона сочетает возможность получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками. Организовано семь рабочих мест для работников, которые готовы оказать полный спектр банковских услуг населению и корпоративному бизнесу. В распоряжении работников компактные электронные кассиры, выполняющие все функции обычной кассы банка. Офис оборудован высокотехнологичными устройствами самовслуживания, в том числе установлен банкомат с функцией выдачи и приема денег, платежно-справочный терминал самовслуживания, электронная очередь. Открытие обновленного офиса банка Белвеб Ворши стало логичным продолжением системной политики банка по трансформации своих подразделений. Как сообщалось, первый сервисный офис банк Белвеб открыл 2 апреля 2019 года в столичном ТРЦ МОМА. С открытием первого сервисного офиса банк начал масштабный проект по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов. Изменилась, собственно, вся философия. Сейчас, наверное, обратили и на планировочные решения, и на то, как располагаются наши сотрудники. Это, в принципе, полностью безборейная среда, не осталось никаких касс. У нас теперь во фронтах универсальные продавцы, то есть, неважно, юридическое или физическое лицо, может обратиться к любому специалисту и получить либо консультацию, либо услугу по всему перечню тех потребностей, которые у них возникают. Но это как бы часть истории. Самая главная задача – это помочь нашим клиентам уйти в дистанционный канал, для того, чтобы они получали эти сервисы и услуги, не приходя в банк, а по месту возникновения, собственно, этой потребности. Вот это ключевая задача, которую мы сейчас решаем, и, собственно, она практически решена. В прошлом году банк Белл Веб начал трансформацию розничной сети. Открытие нового офиса Ворша стало продолжением масштабной работы банка в этом направлении. Удастся ли в текущем году завершить начатую трансформацию? Мы надеемся, что эта работа у нас будет завершена к середине года, и наши уважаемые клиенты получат другое качество сервиса. Новые сервисные офисы банка Белл Веб открываются в цифровом формате, который предполагает наличие широкой линейки устройств самообслуживания. Кроме того, в любом офисе можно выполнить все клиентские операции у одного менеджера, включая обслуживание физических и юридических лиц, работу с наличными. Очень приятно, что уже в начале 2020 года мы открываем такой значимый объект именно в сфере банковской сферы, в сфере IT-технологий. Именно Белл Нишканомбанк показал своим примером. Уже на деле то, что можно реализовать за непродолжительный период времени по нашей подпрограмме «Умный город». Можно обслуживаться 24 часа в сутки и, соответственно, 7 дней в неделю. То есть это очень оптимально сделано. Это в сфере банковской, конечно, пилотный проект, который даст нам развитие для дальнейших отраслей наших. К началу 2020 года в формате сервисного офиса работало уже 30 подразделений банка. До конца текущего года планируется завершить реформирование всех подразделений. Ночью 10 января в деревне Медьковцы Чашнихского района горел частный дом. Об этом сообщили в МЧС по Витебской области. На момент возникновения пожара в постройке находился 62-летний хозяин. Труп мужчины спасатели обнаружили под слоем обрушившихся конструкций. Огонь уничтожил в здании кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены и имущество. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного курения. Ночью 10 января в столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Отмечается, что авария случилась примерно в час 40 на пересечении улиц Чкалова и Брелевской в Минске. В результате ДТП водители легкового автомобиля доставили в больницу с различными травмами. По факту аварии продолжается проверка. Продажи квартир в доме «Стамбул» начнутся в понедельник, 13 января. Старт-продаж – это лучшее предложение для дома, в котором действительно хочется жить. Каким же он будет? Минский Стамбул. В красивом здании, воздушной архитектуре, 25 этажей и 216 квартир. Свободные планировки с площадью от 43 до 95 квадратных метров. В доме вход с двух сторон. Это значит, что припарковав машину на автостоянке, можно попасть в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону в тихий зеленый двор. Дом строится. Известные подробности. Цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом. Это и красивые, и долговечные решения по фактуре и свойствам наиболее близкой к отделке натуральным камнем. Еще одна отличительная особенность в том, что на первом этаже дома Стамбул будут размещены коммерческие помещения. Вестибюль дома – просторная и светлая дизайнерская лобби с панорамным остеклением, украшенная видами Стамбула. Конечно, здесь же будет предусмотрена и стойка консьержей, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Три скоростных и бесшумных лифта компании «Отис», два из которых повышенной грузоподъемности. Панорамное остекление и застекленные лоджии дома Стамбул обеспечат жителей солнцем, воздухом и светом. Квартиры в квартале распродаются. В доме Афины квартиры были проданы крайне быстро. Преимущество квартала Южная Европа очевидно. Он расположен в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом – здание бывшего аэропорта, где будет размещен филиал исторического музея. Здесь возводятся сразу две станции метро и остановки общественного транспорта. Одна из них будет всего в нескольких минутах ходьбы от дома Стамбул. Квартал Южной Европы будет зеленым с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении на дворовой территории каждого дома расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала Южной Европы будет построен большой детский сад на 230 мест. Недалеко от квартала Южной Европы будет разбит огромный современный парк площадью 10 гектаров. Хорошее месторасположение, близость к работе, в будущем постройка школы. Мы готовимся к школе. Сейчас очень трудные условия. Процент первые два года ниже, потом немножко выше. Комплекс «Минск.Мир» строится по принципу «город в городе». Здесь все будет в шаговой доступности. Возволятся детская и взрослые поликлиники, медицинский центр и многое другое. Например, крупный торгово-развлекательный центр «Мара Молл». Финансовым же сердцем комплекса станет Международный финансовый центр «Минск.Мир». Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе «Минск.Мир» множество. Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, которую можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита. А остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. На таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января. Нам очень импонирует то, что рассрочка на 10 лет без переплат получается и фиксированная сумма платежа в течение 10 лет. И 30% стоимости можно насобирать и участвовать в строительстве. Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков. И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5% или по другой программе 7% годовых на первые два года. Не упустите возможность купить квартиру на самом старте продаж. Это залог низкой цены и последующего успеха. Сегодня ночью с 10 на 11 января у жителей нашей страны будет возможность увидеть полутеневое лунное затмение. Это удастся сделать, если небо не будет затянуто тучами. Вечером луна пересечет земную полутень. Данное явление белорусы смогут увидеть из любой части страны. Также затмение будет видно на всей территории Российской Федерации, Европы, Азии, из Восточной Африки и западной части Австралии. Специалисты отмечают, что спутник тотально не уйдет в земную тень, а только пройдет практически целиком через земную полутень, едва затянив один из своих краев. Сегодня ночью невооруженным глазом можно будет заметить потемнение края лунного диска. Луна войдет в земную тень на 89%. Полутеневое лунное затмение будет длиться 4 часа 4 минуты. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»